Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Сегодня у нас 3 марта. У нас так получилось, что выдалось час свободного времени и мы идем вместе в Костку. Последнее время у нас походов стало больше, они стали мельче, я бегаю один, потому что у нас изменилось расписание на это полугодие и поэтому мы магазины и не снимаем. И уже достаточно много их было снято, сейчас получается это все по кругу, ничего нового. Ну иногда будем снимать, а одному снимать неудобно и в общем поэтому мы идем. Не, вот неудобно вон тому мальчику в лугах. Сегодня, короче, по Харенгейту 81, по часам там 25 где-то. Люди еще не готовы, потому что жарко, половина в сапогах. Ну в общем это эти вот люди вот они идут, вчера Маришка в сапогах ходила. Так, у меня красивые сапоги, я их не берула. На вечернюю пару на свою, так что как-то вот так, у нас в Калифорнии так прикольно. Кто-то ходит в шлепках весь год, а кто-то в угол. Так, берем тачку и идем. На входе стоит вот такой телек, диагональ 58, цена 360 долларов, с налогом 390. Заезжать? Да. Тогда может всем съездить здесь? Или лучше всем съездить? Нет, лучше всем съездить, потому что я уже вижу, что здесь уже апельсин и мандарин. Мандаринки там есть, наверное, где можно? Давай зацепим. Ну да, ну ладно. Пойдем маленькие. Не, ну давай возьмем. Давай обойдем, я хочу пощупаться. Короче, мандарины какие-то, как и коричневые, заяк, я не знаю. Да, я боюсь, что они кислые будут. Пошли дальше. Отдай тачку. Короче, идем проверять стратегический продукт вода, тем более нам с него надо начинать. Но нам надо подкрепиться сначала. Давай, зайка, подкрепимся хорошенько. Не нравится моему преподавателю по науке для маленьких детей, принимая пара. Это Маришка сказала вначале, что знает, кому может понравиться. Короче, угли. И что, будут пчелы, думаешь, туда мед складывать? Нет. Это было бы как раз погружение детей в натуральное. Когда ты показываешь ему в банке пчелку, говоришь, а на ферме они живут в таком доме. Короче, когда у них будет день рождения, прогулся. Собаку с таком не хочешь? Нет, мне этот кот вообще не нравится. Он какой-то выглядит, знаешь, чаку. Единственный красивый кот, это наш кот был. К сожалению, который у нас. Так, короче, у нас сегодня вот такой вот завтрак или обед. Пойдем сейчас еще что-то возьмем. А я возьму. Так, тут предлагают рис. В общем, мы набрали чипсов с каким-то соусом. И что там, смотри, какой-то рис. Рис с какой-то подливой. Сейчас у нас будет полноценный перекус. Мы уже перекусили. Я перекусил. Маришка обычно не ест в магазине. Вот. И мы стоим на месте, где должна быть вода. А здесь стоят цветы. И всякие другие там такие вот газированные напитки, которые никому не надо. И одна женщина сказала, что она была в Сэмсклабе и в Таргете, и там напитков воды нет. В общем, сейчас я понимаю, что наши дети были правы. Некоторое время назад дети представляли всем, что будет во время зомбоапокалипсис. И пытались представить, где лучше консервы покупать на этот период. В общем, стоило их послушать и закупить. В общем, люди стоят, ждут. Вроде бы должны якобы воду вывезти. И эта женщина сказала, что лимит 5 упаковок не на руки, а на хаус-холд, грубо говоря. Это, по-русски говоря, на хозяйство. То есть, вот мы с Маришкой сможем взять 5 упаковок. Я скажу, что ты не в моем хозяйстве. Вот. Учитывая то, что мне даже еще и на работу надо вода. Но я, наверное, в эти выходные не работаю. Ну, в общем, как-то надо где-то бегать и что-то смотреть. Ну, воду в кране никто не отменял. Можно, опять же, фильтр даже купить. Ну, просто как-то вот немножко такая ситуация по воде подтверждается, что воду скупили. Поэтому, я не знаю, стоит ли тупить стоять. Мы, наверное, пойдем что-то купим другое. А потом вернемся сюда и заезжаем в другие магазины и посмотрим. Как долго он ждет? Как долго он ждет? Спроси вы вчера начали стоять? В общем, очень многие подходят к этому месту, где была вода. Начинают разговаривать с родными по телефону. Фотографировать это пустое место, чтобы тоже как-то делиться. Ну, давай. Слово. Он ждет с утра. Так что я предлагаю пойти мороженка купить. Я тебя не смею. А сейчас час десять. Он ждет с утра. С утра со скольки? Он мне сказал, что утром была в своей ситуации. Я вот жду. Я говорю, а что они говорят, когда будет вода? Они сказали, что возможно. В 3 или в 4. Так что за это? Наверное, мы ждать не будем. Мне кажется, проще купить фильтр уже или кипятить из храма. И я говорю, а как долго вы думаете ждать? Он говорит, что все ждут до воды. Он так это сказал, как будто мы живем в какой-то пустыне. Все ждут возле коротца воды. Ну, в общем, ситуация нифига не смешная, но нифига не критическая. Когда мы приехали, наш друг сказал, что у нас вода чистая в храме, что можно ее пить. Поэтому, я думаю, что если что, сырую мы ее пить не будем. Будем кипятить. Ну, или просто на Кока-Колу перейдем. Да, давайте на Кока-Колу. Нормальный напиток. Правда, дороже, чем вода чуть-чуть. Ну, пережить какое-то время можно. Суп на Кока-Коле. Борщ на Кока-Коле. Будем открывать новые рецепты. Я хочу посмотреть. Давай. Короче, пойдем, купим тогда мясо. И посмотрим на другие полки. Они же не пустые вроде, да? Ну, вот в холодильниках бургеры лежат. Чикен-наггетсы лежат. Ну, кстати, чикен-наггетсы будем брать, так говоря, вот здесь нам взять. Всякие вот куриные, ножки, крылышки. В общем, с мясом проблемы нет. Проблема только с водой. Вот эти тайсон-наггетсы, которые мы берем, но они не это самое. Не подтянутся. Интересно. Берем рыбу. Решили взять рыбу. Так, это будут красные бургеры. 15.99, да? Да. Куда-то пойдем? Один. А белые не берем, не цепляем? Нет, белые не цепляем. Я, возможно, захватим еще рыбные палочки. Давай. Все нормально. Я воду из колледжа буду носить. А, ну да, там же у вас можно набирать, да? У нас же эти аппараты стоят, где можно набирать воду. Надо поехать набрать. Если они работают. Если у них еще осталась вода. В общем, как вы знаете, у нас рыбу дети практически не едят. Только можно... Ну, смотри, в панировочке... Антоша и Катарина немножко кушают, а Сашка пока никак не ест, поэтому он кушает рыбные субпродукты типа бургеры, рыбные палочки, которые сделаны... Скажем, вернее, это не субпродукты, а сделаны из цельной рыбы, но уже такие, как полуфабрикаты слеганца. Вот. Пойдем еще что-нибудь поедим сейчас. Не берем, потому что у нас есть не там, а творог хоть. А там йогурт много нет. Да, будем йогурт есть. Я поел какого-то вкусного сладкого риса. И что, мы ничего не покупаем, короче, пока. Ну, ну, как-то. Что-то мы гуляем, ничего не покупаем. Так что мы за водой пришли, больше ничего не будем брать. Нет, ну почему? Нам еще маленькие сосисочки у Саши закончились. А, идем за сосисочками. А в кофейные ряды? Давай в кофейный ряд зайдем. Вдруг наш кофе появился. Наш. Идем. Так, в кофейном ряду без изменений. Лавацию не завезли. Ну, значит, будем в бизнес-центре купим Лавацию. У нас еще там дома есть что пить. Мы будем пробовать очень вкусный кофе. Кого пробуют? Ну, старбаксовский. А, старбаксовский, да, новогодний старбакс у нас еще стоит. Купили и не добрались до него. В общем, покажем то, что пьем дома. В кофейном выпуске. Идем искать сосиски. Ну, в общем, сахар лежит на месте. Не разобрали. Надеюсь, соль и спички тоже не разобрали. Ореховой пасты хватает. Мед в ассортименте присутствует. Орехи не разобрали. Что еще? Что еще у нас из стратегических продуктов должны были разобрать или не разобрали? Кстати, перебои с водой у нас были и в прошлом году. Помнишь, Зайка? Когда жарко. Было, когда жарко, то, в общем-то, не было воды. Да, но не до такой степени, чтобы вообще не было. Да, ну, чтобы вообще не было. Были там такие, которые не ходовые. Там типа арахита оставалась, там еще какая-то. Типа большие упаковки. Сейчас, конечно, просто вообще ни одной бутылочки нет. Это очень странно. Ну, как странно. Видимо, все-таки где-то что-то хватает. Кто-то открыл окно Авертрона, которое мы называем окно Лохотрона. И народ немножко поддался панике какой-то. Ну, почему бы и нет. Ну, чипсы есть. Так, где у нас все сосиски Зайка? Ну, честно говоря, вот так вот, если посмотреть. Есть? А в верхнем ряду, блин, в двух рядах продуктов нет. Это, в общем-то, кстати, так вот как-то. Ну, и сосисок, скажем, ниже колена полета, да? Зайка, перестань. Так, короче, берем две банки, Зайка. Нет воды, давай хоть сосисок возьмем. Перестань, не перестань, блин. Надо брать. В общем, заглядывая в тачки к людям... Короче, Сережа взял две упаковки сосисок. Хоть и спичек, хоть и купить. Ну, заглядывая к людям в тачки... Ну, тебе бензин купим в танистку поставил. Я говорю, вот заглядывая в тачки, не похоже, чтобы типа народ скупал продукты. Только у нас, Зайка, похоже. Угу, две коробки сосисок и бордеры. Вот, блин, мы похожи на перекупщиков, да? Короче, не похоже, чтобы народ в какой-то панике бегал с тележками и все скупал. То есть у всех обычные... Все конфетики пошли. Давай поддадимся панике и конфетов. Давай. Не похоже, чтобы был какой-то супер-мега перекуп, короче. А может, там полки пустые, потому что что-то переставляют, правильно? Поэтому не знаю. Пока я не вижу паникующих, бегающих людей с тачками и выхватывающих друг у друга продукты, как это показывают в фильмах про апокалипсис, да? Ну, да. Воды нет. Нет. Все остальное по 6,5 долларов. Это не так все много. Если Саше дать волю, то... Хлеб не будем брать? Не будем. Давай снеки возьмем. Хватай быстрее. Ты видишь, кто-то вырывал пачку друг у друга и порвал. В общем, берем вот такие снеки 12,99. Это у нас типа гумиберы получаются, да? Гумиберы нам нужны? А нам может простых еще гумиберов зацепить зайки? Нет, простых не надо. Мне надо. Будет через недельку. Не надо будет. У нас же закончились гумиберы. На гумиберовой. Так мы что, приехали за продукты брать что-нибудь? Да. Нам вообще за овощами надо. Поэтому предлагаем. Передвинуться в сам стол? Так, а после мы что-то ководы собираем взять, да? И мы, видишь, зацепились. Ну что, поедем? Может еще кружок сделаем? Проверим? А вдруг вынесли? Вынесли. Пойдем быстро крутанемся и погнались. Ну, в ореховом ряду. Берем вот такие золотые. Зай, может тут сразу дверь взять? Они как-то у нас в последнее время уходят. Я смотрю, тебя вообще накрыло. Бери. Сделай паническое лицо, хватай. Сейчас через минуту этой палеты не будем. И вот эти зайки. Алманс соленый. Он заканчивается у нас тоже. Одиннадцать сорок девять, два с половиной лда. Пойдем, обойдем. Посмотрим, что еще население. В общем, самые стратегически нормальные продукты взяли. И поедем всем в склад. Копченые. Вот еще, короче, кстати, вкусный очень алманс вот такой. Этот миндальный орех. Они, короче, копченые. Ну, мне он нравится. Давай зацепим. Мы давно его не кусили, да? Он будет стоить четырнадцать шестьдесят девять. А сколько там ЛБЗ? Я тебе скажу. Тоже два с половиной. Три просто. Ну, короче, похоже с тем солененьким. Так, так, так. Мясо всякое вкусное. 15,99. Вот такой вот пакетчик. А, два пакета даже. Два пакета. Это неплохо. 9,99. Вот такой вот пакетик небольшой. А что это за белые орешки органик? Какие-то макадамия нац. Что за макадамия? Напишите в комментариях, кто ел такие орешки. Обязательно поделитесь. Какие-то интересные. У меня вот такие не ели. Но они не кусло стоят 23,99. Ты хочешь кишью зацепить? Да. У меня нет. У тебя недостаточно паническая лица. Кишью стоит 15 долларов. Ну, давай возьмем. Поехали. А, что? В общем, кассы вообще очереди нет. Потому что первый раз работают все кассы. Ну, зай, ну не скажи, что все вам. Смотри, три кассы закрыты. На самообслуживание очереди нет. Ну, в общем, работа идет. Мы закончили свои по катушке по костка. Потратили 99 долларов. Купили ничего. Почему ничего? Мы купили очень красивые, как зайчики, как яички, и курочки, и цветочки. Короче, мы купили пасхальных гуми зайцев. Но я так понимаю, что до Пасхи доживут не все. Зайцы. Вот. Еще мы купили три вида, четыре вида орехов. Это соленые арахисы, соленый алманд, миндаль. А ты зачем опять повторяешься? Потом миндаль. Я все видел. Кто-то хочет еще раз с нами пойти. Не, ну я чтоб сказать, что мы вообще ничего не купили и потратили сотку. Короче, мы набрали орехов. Это грызло такое, которое идет как небольшой перекус такой вот иногда там у детей. Я с собой беру на работу. Иногда под кино загрызть там. Сколько мы съедаем? 50? Меньше? Наверное, меньше. Да. Иногда так вот сядешь, погрызть немножко. И мы купили бурдеры. Это для Сашки. И сосиски для Сашки. Поддались. Паники купили. Дело по кофте. А я орешки. Я после спорта. Я такая, короче, надела спорт. Покручу халаху. Все сделаю. Потом думаю, ну все. Кто молодец? Я молодец. И пошла пожрала орехов. Сверху. Вот. Сказать, чтобы какая-то паника по продуктам, чтобы костку опустошают, трудно сказать. У людей нормальные тачки. Вот мы просто смеялись. Ну как смеялись? Просто воды нет. Это факт. У нас нет такой паники. Знаешь почему? Потому что у нас же нет еще, слава богу, нет чрезвычайного положения никакого. Когда едешь мимо частных домов и видишь открытые гаражи, они просто забиты едой. Вот. Поэтому, может, поэтому нету паники. Поэтому, поэтому. Ну, в общем, напротив в хассе стоял парень. У него было четыре бутылки вина. У него был этот шпинат. Потом что еще зеленое? Грибы и воду. А, грибы, шпинат, какая-то скатерть. У него праздник. Вот. И, подожди, что еще? Еще ж какие-то продукты, по-моему, нет. Пиво было у него. Нет. Коробка пива. Это, наверное, пиво было. Ну, в общем, нет воды, купил вина. Поэтому, вот, я думаю, так, пока, короче, не смешно. Мы сейчас вот проедемся по паре магазинов, конечно. И если воды нету, то, я думаю, что мы просто купим фильтр на Амазоне, да и все. И не будем париться. Все. Как там говорят? Мы не будем повторять, как на других каналах говорят. В общем, обязательно надо вот здесь сейчас подписаться, поставить лайкос, потому что вам понравилось. И где-то, наверное, через день вы увидите поход в Sam's Club. А мы пойдем в него прямо сейчас. И мы с вами не прощаемся, потому что мы в интернете и в любое время можем увидеться. Поэтому, бай-бай, если что, нажимайте на соседнюю иконку.